День семьи любви и верности отмечали во всей области. В селе Званное Глушковского района на главной площади устроили настоящий праздник. Самый интересный свадебный обряд от сватовства до гуляния. Как нужно стелить постельного брачным, чтобы совместная жизнь была счастливой, узнала Юлия Матвеева. И все так чинно, благородно, по-старому. Красивое многоголосье из знаменитого мультфильма. На самом деле украинская обрядовая песня, которую пели на свадьбах. В том числе в Званом, старинном пограничном селе, где сплелись традиции братских народов. Знаете, кто-то сказал, в районе две нации, Лужковский район Званомцы, они действительно своеобразные люди. Не такие, как те же люди, которые проживают в ближайших населенных пунктах. Это стало по районам. Свадебный обряд – это нечто сакральное. Во многих районах он, увы, утерян, но звановцы хранят свою историю. В небольшом представлении – путь, который проходили наши предки от звания жениха и невесты до мужа и жены. Томные свидания у Синовала, а потом смотрины, сватовство, девичник, выкуп и, наконец, свадебный пир, завершением которого была брачная ложа. Кстати, стелили его тоже по особым правилам. Вот это специально женщины приходили раньше и потом привозили скрыню и кровать привозили, все там привозили. Ставили кровать, убирали, все. Сколько одеял, все сюда застилали. И потом приходили люди, считали, сколько же одеял невесте дали. Звановцы верят, если все этапы провести правильно, долгая счастливая жизнь с избранником обеспечена. Да ясно, это гарантия счастливой жизни, потому что это же истоки наши, это старина. Истоки и старина, они закрепляют, скорее всего, брак. И люди-то идут на это, когда они уверены в этом, я думаю, они не пойдут просто так. Это как венчание. Своими секретами семейного долголетия могут поделиться и супруги Репетенко. В этом году они отмечают рубиновую свадьбу, 40 лет совместной жизни, за что и получили почетную грамоту. Да очень просто. Просто что надо делать, папа? Жить. Жить и уважать, понимать друг друга. Таких семей в званом немало. Любовь к близким и своим традициям. Вот, пожалуй, главная черта местных жителей.